ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. В начале 2015 года, ввиду сложной экономической ситуации, стоимость автомобильных шин российского производства может вырасти на 10-15%. Об этом сообщил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов Михаил Блохин. Что касается покрышек, выпущенных за пределами нашей страны, например, таких марок, как Хэнкок, Кумхо, Гудзьер, Бриджстоун, Гисловет и других, то они могут прибавить в цене сразу треть. Поэтому, считает Блохин, отечественная резина будет пользоваться большим спросом. Кстати, у кировских водителей отношения к ней двоякое. Качество великолепное. На Метелице ездил три сезона. Ни одной претензии. Наверное, стоит попробовать. Ничего не могу сказать про русское, но лучше не ездить. Я не знаю, какая у меня резина. Федеральная антимонопольная служба предложила возвращать автомобилистам от 1 до 15% суммы, потраченной на покупку бензина. Речь идет о заправках, которые суд признает виновными в искусственном завышении стоимости горючего. Деньги, говорят, в ФАС небольшие. Дело в принципе. Водители должны иметь законную возможность возмещать затраты в случае установленного ценового сговора. Трасса 101. Полисы ОСАГО нужно выдавать водителям только после предоставления ими в страховую компанию справки об отсутствии задолженности по транспортному налогу. С такой инициативой выступил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. По мнению главы региона, это существенно увеличит собираемость налога в областные, краевые и республиканские бюджеты. Идею губернатора поддержала Воронежская дума, вышедшая на думу государственную, соответствующей законодательной инициативой. Трасса 101. Аналитическое агентство «Автостата» просило российских водителей на предмет того, какой автомобиль они бы посоветовали приобрести своим друзьям или коллегам, то есть ту машину, которой они доверяют больше всего. На вершину рейтинга попали такие марки, как Mercedes-Benz, Land Rover и BMW. В середнячках оказались Nissan, Honda и Renault. Наконец, Deo и Lada получили самый низкий процент доверия. На этом все. До завтра. Трасса 101. И Субтитры предоставлены Ирина Кera Продолжение следует...